10 лет Вадим Каркула проходил на обычном протезе. Полгода назад получил современный оборудованный электрическим датчиком. Технология позволяет быстрее реагировать на разные препятствия на пути, подниматься по лестнице и даже заниматься спортом. В основном обычные протезы работают по основному алгоритму, по которому ты ходишь. Ты не можешь подогнуть колено, постоять, сделать опору на него, потому что он будет тупо ломаться. На этом можно все практически. Вплоть до того, что научиться бегать, ездить на велосипеде, на самокате. Практически ограничений никаких нет. Протез Вадим получил бесплатно по программе господдержки. Их производят здесь, в Самаре, в медицинском центре протезирования. Бесплатно здесь можно пройти и консультацию специалистов, и обследование на уникальных аппаратах, и получить необходимое техническое оснащение. Начать нужно с похода в свою районную поликлинику. Там заведут карту. Инвалид оформляет карту ИПР в соответствии с картой ИПР. Конечно же, и в медицинских учреждениях здравоохранения, и в комплексных центрах социальной реабилитации могут на территории города получить разные виды услуг. В том числе, сегодня мы будем обсуждать и протезирование. Люди приезжают на коляске. Коляску у них забирают. И когда они выходят после протезирования, родственники не понимают, они привозят коляску, все как обычно, а родственники не понимают, как человек может выйти без коляски. С современными протезами люди с ограниченными возможностями могут заниматься спортом, принимать ванну, ходить на пляж. О новых возможностях рассказали на выездном заседании Общественного совета по делам инвалидов. Теперь общественники будут информировать о современных технологиях, а главное о том, как стать их обладателями, жителей своих районов. Мария Левина, Николай Епифанов. События.